Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня по вашей просьбе мы изготовим очень простой такой эмиджер, который рассчитан на поимку красноперки, уклейки и другой мелкой рыбы. Значит, что нам необходимо? Нам необходимо сейчас с вами взять крючок граб-шримп, практически любой крючок, который подходит из этой серии. Я вот подготовил вот такой крючок, это фирмы Гамакадсу, Сэшко, номер 16. На мельче я не советую делать, так как неудобно потом будет извлекать у рыбы. Хотя пробуйте. Он и так сам по себе, этот крючок, несколько смотрится мельче, чем, допустим, у других фирм. Поэтому вот тот, который у нас номер 16, это практический крючок, который будет соответствовать номеру 18 другой фирмы по величине. И теперь нам с вами понадобится... Я немножко, вот как заметно на камеру будет, слегка почистил перо страуса, но не до конца. Оставил вот такое определенное количество обородок, приблизительно до сантиметров 10, вот как вы видите, до вот этой части. Можно использовать при изготовлении. Я очень часто использую вот такие бородки, которые имеются на перьях мечевидных. Поэтому выберите для себя сами. И теперь нам остается только лишь слегка вот в точке, где будет крепиться наша грудка, чтобы мы не комкали тело, подхватили. Теперь я беру люрекс, который я вам неоднократно уже показывал для изготовления мушек, чтобы можно было немножко приукрасить мое тело. Нанесли на крючок капельку клея. И теперь, чтобы вам было это видно, стараемся не делать горболей. Начинаем крепить и перо, и люрекс на нашем крючке. Значит, величину самой личинки тела, вот выберите для себя сами. Я в основном стараюсь ее изготавливать до середины загиба. Все, после этого мы с вами берем так, чтобы не было опять же горболей. Стараемся виточек к виточку вернуть нашу нитку в ту часть, где будет изготавливаться грудка. Здесь делаю узелочек. Нитку я удаляю, так как мне будет очень неудобно моим этим мелким пером изготавливать тело. И, как всегда, берем, промажем немножечко клеем, лаком, как вам будет удобно. Если вы захотите изготовить, допустим, более крупную личинку, можно спокойно, я уже неоднократно показывал, вот, использовать вот такие силиконовые резинки. Ну, как вы видите, здесь не совсем выйдет, потому что сама резинка у нас очень толстая. Выберем для себя тот угол, согласно которого мы будем выполнять обмотку. И стараемся виток к витку вот так выполнить. обмотку нашего тела. Если вы хотите, чтобы тело, понятное дело, было не таким лохматым, можно спокойненько брать и почистить наше перышко значительно больше. вот мы дошли до места крепления, там, где будут у нас уже изготавливаться сама грудка, и будем изготавливать крылышко. Берем теперь наш перодержатель, и я просто поддерживаю то перо, которое у меня здесь осталось. Вот оно мы оставили. И теперь возьмем наш люрекс, выберем также для себя тот угол, согласно которому будем выполнять обмотку. И пройдемся нашим люрексом по телу. Дополнительно еще его просегментируем. Сделали один полный оборот у загиба, и теперь выбираем для себя шаг, согласно которого будем идти, и выполняем вот такую вот обмотку. Как вы видите, клей не дает нашему перу распускаться, даже оторвавшись от перодержателя. Я пока нить не креплю, так как у меня длина люрекса позволяет выполнить здесь завершающий узел. Я здесь выполню завершающий узел люрексом. Вот так. И теперь удаляем все наши излишки материала. Теперь что самое основное. Нанесем, как обычно, капельку лака или клея на место крепления. У нас очень часто остаются всевозможные вот такие остатки вырезов пера. Но, допустим, зная то, что есть перо менее жесткое, более жесткое. Допустим, я очень часто использую перо, как вы видите, вот охотничьего нашего фазана. Значит, у меня уже есть остаток, поэтому мне, допустим, ну нет нужды сейчас брать и вырезать. Вот такой вот кусочек, который мы с вами приспособим в качестве крылышка. Если у вас цельное перышко, можно спокойно взять, отобрать то количество вот так вот нам для выреза, произвести вырез. Или же, как вам будет удобно, можно отобрать и уложить сверху. Ну, давайте сделаем из неудобного положения. Я беру, допустим, сейчас давайте вместе с вами отведем то количество бородок, которые мы будем считать нам они лишние. Желательно брать, друзья, перо, чтобы оно было достаточно симметричным, чтобы не было вот кособокости, однобокости. Вот приблизительно мы с вами отобрали для нашего крылышка вот такой вот вырез. Мы можем сейчас, вот вы видите, не отрезать, а спокойненько примерили. Вот приблизительно такая меня, такая величина крыла устраивает. Слегка должен выходить за загиб. Чтобы крыло наше более красиво лежало сверху, нам понадобится сейчас немножечко еще перо. Вот у меня есть, как говорится, наборы вытаскиваешь, а имеются там разные поломанные. Поэтому крепим опять нашу нить. Нить желательно использовать как можно тоньше и в то же время крепче. Я уже в своих фильмах вам рассказывал, то есть я пользуюсь только своей нитью. За редким исключением могу использовать нить других производителей. Всех блестящих элементов нам с вами вполне достаточно. Поэтому ни люрекс, ни чего больше мы добавлять не будем. Закрепили. Выберем для себя тот угол, слегка заходим на наше тело и уже скроем вот так симпатично то место, где мы с вами закрепили все материалы. Сделаем такой своего рода как трамплинчик, шарик, чтобы можно было более качественно закрепить перо. Подняли вверх, не отрезаем, нам еще перышко это с вами понадобится. Уводим его слегка в сторону и теперь закрепим то крылышко, которое мы с вами изготовили. Значит, это вариант довольно таки простой. Как вы видите, я не разделяю крылышки, не ставлю два отдельных выреза. Почему? Потому что и в таком упрощенном варианте наша мушка достаточно хорошо работает. Друзья, следим за тем, чтобы у нас наше перо лежало строго сверху. Вот приблизительно вот так должна выйти у нас конструкция. И теперь, буквально, вы сами можете уже для себя выбрать или же сделать покороче или несколько подлиннее. Давайте теперь подберем перышко, то, которое нам необходимо для опушки. С этим у меня, я уже неоднократно говорил, есть проблемы. Поэтому, вот я буду использовать то перо, которое несколько близкое, но в то же время оно не совсем подходит для изготовления небольшого ёршика. Закрепим перо. Вот, как вам видно, я буквально капнул капельку клея и закрепил само перышко. Теперь перо можно закрепить так, чтобы бородки шли как к загибу, так и к колечку. То есть, здесь большого значения не имеет. Главное, нам совсем буквально, вот, чтобы перо было жесткое для сухих мушек, вот как вы видите, вот сколько у нас здесь получается, выполнить парочку оборотов для того, чтобы мы могли обеспечить хорошую плавучесть нашему такому импровизированному комарику. Количество оборотов. Следите, смотрите по своему перу, как вам будет удобно. То есть, это не принципиально. Два или, допустим, там три оборота, или вы сделаете четыре. Все зависит от той рыбалки, которая у вас происходит. Если рыба очень осторожная, желательно, конечно, не наматывать очень много пера, так как это ее будет тоже отчасти настораживать. Добавим на место крепления также немножко клей. И теперь я пока не отрезаю, так как мы немножко нарушим с вами конструкцию. Перевожу вот снизу для того, чтобы, как я уже рассказывал, перо. Видите, оно у нас буквально внизу, получается, мы своим перышком уже разделили те бородки. И перевожу перо павлина вперед. Ну, а теперь остается нам только лишь выполнить симпатичную здесь головку. Просто я буду закрывать руками. Вот. Я покажу, как в начале, а вы уже, я думаю, поймете сами. Вот мы выполнили парочку-тройку, вот так выполним оборотов. Вот так. Поджимаем нашим пером бородки того пера, который мы с вами закрепили. Ну, опять же, следим за тем, чтобы у нас головка никуда не съехала. Поднимаем перо вверх. И теперь уже окончательно закрепим нашего павлина. Уводим все назад. И уже здесь следим за тем, чтобы у нас не попадали бородки. Выполним головку. Как уже заметно, все уже здесь у нас готово. Выполним, переставим крючок в удобное положение. Выполним головку. Ну, и посмотрим, что у нас вышло. Вот и все, друзья. Как вы видите, мы совсем-совсем немножечко нанесли клей. Много не надо, чтобы не было тяжелая головка и не клевала. Вот у нас строго сверху находится вот такое крылышко. Если, допустим, для красоты можете использовать их два, как вам будет удобно. Самое главное, как вы видите, ёршик у нас позволяет достаточно хорошо держаться на плаву. И в то же время хорошее, симпатичное вот такое блестящее тело. Вот и все. Пробуйте, экспериментируйте. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!